Максим Кембель Что показали проверки? Грязная вода. В городе введен запрет на купание. Еженедельно отбираются пробы воды из всех зон рекреаций. В чем причина? Международный успех. В обручанке Алина Максимова стала третьей на чемпионате Европы по борьбе. Для нее это очень большое достижение, мотивация. Какой турнир следующий? А также повышение цены, централизованное тестирование и работы в поле. В Беларуси началась уборочная кампания. Сколько уже собрано? Правила созданы, чтобы их не нарушать. В Бобруйске прошел обучающий семинар по вопросам охраны труда. Главный акцент встреч и обновления в законодательстве, которые вступили в силу еще 28 июня 2020. Также сегодня обсудили безопасность на предприятиях. Среди задач уменьшить количество несчастных случаев на производстве. В соответствии с новым законом были изменены и все нормативные документы. К сожалению, мониторинг в организациях города Бобруйск показывает факт того, что не все специалисты изучили норму законодательства об охране труда. Соответственно, нам бы хотелось сегодня в полной мере донести эту информацию на семинаре. Был проведен мониторинг законодательства об охране труда на предприятиях вашего города. Было посещено 10 организаций. В ходе проверки особое внимание обращалось на температурный режим в связи с аномальной жарой, то есть регламентированные перерывы, питьевое водоснабжение. Из-за аномально жаркой погоды среди основных нарушений – неиспользование защитных курток и спецобуви. И если душную одежду можно заменить жилетом, то с ногами так не получится. Их нужно защищать от травм при падении тяжелых предметов. Среди проверенных предприятий – Фондок, Белшина, Пинск, Древ и другие. По итогу мониторинга были выписаны рекомендации. Ночная погоня, бесправник пытался скрыться от ГАИ в Бобруйском районе. Инцидент случился на 108-м километре трассы Могилев-Бобруйск. Увидев наряд ГАИ, автомобиль Киа резко развернулся и помчался в противоположную сторону. Инспекторы начали преследование. Сотрудники несколько раз требовали водителя остановить авто, но он не реагировал и пытался скрыться. Попытка не уничалась успехом. Парня задержали. Им оказался 19-летний житель Бобруйска, который не имеет водительского удостоверения. Кроме него в машине ехали еще трое пассажиров. В итоге составленные протоколы и штраф для бесправника. Минздрав Беларуси обновил статистику Покоя-19. За минувшие сутки зафиксировано 998 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразились 423 519 человек. В мире заболеваемость за неделю выросла на 3%, в Европе почти на 30. В большинстве случаев речь о новом штамме Дельта. Только за день в Великобритании почти 29 тысяч новых пациентов. При этом власти готовы отказаться от антиковидных мер, включая маски и дистанцирование. Тем временем в Беларуси больше миллиона человек получили первую дозу препарата от COVID. Около 670 тысяч прошли в полный курс. Уборочная кампания, ремонтные работы и жара возвращается. В четверг воздух прогреется до плюс 32 градусов. Ждать ли дождь? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси началась уборочная кампания. Собрано уже около 7 тысяч тонн зерна. Урожайность составляет 46,5 центеров с гектара. Жатва идет в трех областях – Гомельской, Минской и Брестской. Последний регион, к слову, по темпам на молоту и урожайности на данный момент лидирует. На счету аграриев с юга страны без малого 3000 тонн. Белтелеком повышает тарифы на услуги связи с 13 июля. В частности, компания поднимает цены на эфирное телевидение, абонентское телеграфирование, интернет-звонки Максифон. Также возрастает стоимость некоторой справочной информационной помощи. Полностью с изменениями можно ознакомиться на сайте оператора. Завтра пройдет последний этап централизованного тестирования. В 11 часов абитуриентов ждет всемирная история. А уже 16 июля можно будет получить заветные сертификаты. Напомним, возможность пересдать предметы, которые не удалось пройти вовремя по уважительным причинам, есть до 9 числа. В Бобруйске продолжается сезон ремонтных работ. Сейчас специалисты заняты реконструкцией улицы Интернациональной. Для удобства горожан дорожники трудятся в ночное время с 21.00 до 5 часов утра. Просьба водителям учитывать данные факторы при составлении маршрута, а также не парковать транспортные средства у обочин. В четверг будет небольшая облачность, преимущественно без осадков. Лежнем местами по западу страны пройдут кратковременные дожди. Прогремят грозы. Утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется юго-восточный 3,8 метра в секунду. При грозах порывы до 14.00. Температура воздуха ночью составит от 14 до 20 со знаком плюс. Днем ожидается до 32 градусов тепла. Опасное течение. С 28 июня в городе введен запрет на купание во всех реках и водоемах. Всему виной найденная кишечная палочка. Специалисты обращают внимание. Бактерии этой группы могут стать причиной вспышек различных инфекций. Но даже это не помешает насладиться летом. В Бобруйске подготовлены 4 пляжа, где можно позагорать. Центральный в 6 микрорайоне на санатории Шинник и имени Ленина. Здесь созданы все условия для комфортного отдыха. Сотрудниками Бобруйского зонального центра гигиерной эпидемиологии еженедельно отбираются пробы воды из всех зон рекреации. Все исследуемые пробы воды из зон рекреации не соответствовали гигиеническим нормативам по микробиологическому показателю кишечная палочка. Напомним, штраф за купание в запрещенных местах от 29 до 87 рублей. Нетрезвым отдыхающим грозит 8 базовых. Это 232 рубля. Маленькие дети всегда должны быть под присмотром родителей. Успех с бронзовым отливом в немецком Доргмунде прошел юниорский чемпионат Европы по борьбе. В составе национальной сборной выступила и представительница Бобруйска Алина Максимова. О схватке за медали расскажет Ольга Васенда. 18-летняя Алина Максимова – мастер спорта по борьбе. В послужном списке десятки наградца различных турниров. В начале июля в копилку добавилась еще одна медаль. На этот раз с бронзовым отливом в немецком Доргмунде прошел юниорский чемпионат Европы. Бобруйчанка выступает в весовой категории до 65 килограммов. Одержав две победы подряд над азербайджанкой и полькой, выйти в финал не получилось. И уже в схватке за третье место Алина оказалась сильнее румынской спортсменки 4-2. У меня было четыре схватки за все соревнования. Первые две мне было очень тяжело. Я прошла их. И за выход в финал я проиграла представительницей из Украины. Было очень обидно. Я вела схватку. И в какой-то период что-то пошло не по плану. К чемпионату девушка готовилась очень серьезно. Ежедневные тренировки по три часа. Разминка, различные упражнения на ковре, схватки. Есть у Алины и любимые приемы. Мельница и проход в ноги. Всегда рядом тренер Ваграм Аганисян. Тандему уже 7 лет. Для нее это первая награда в этом возрастном возрасте. Потому что она боролась все время по кадетам до 17 лет. Где являлась уже серебряным призером первенства Европы и бронзовым призером мира 2019 года. Поэтому сейчас она пришла в другую возрастную группу и там себя проявила. Я считаю, что для нее это очень большое достижение и мотивация. Сейчас у Алины двухнедельный отпуск. После спортсменку ждет подготовка к предстоящему чемпионату мира. Он пройдет в середине августа в России. Ольга Васенда, Максим Галионко, Бобруск, 360. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»